Вот здесь, в мое спальное помещение, здесь я отдыхаю после рабочего дня. Я работала на заводе на металлургическом, это Нижегородская область, город Выкса. Общий срок у меня 9 лет, в колонии я сидела 6 лет и по двум третям за хорошее поведение. Суд меня отпустил сюда. После 6 лет отбывания наказаний, для меня сначала был шок. На улице как-то машины, движения, этого не видела 6 лет. Ограничений никаких нет. Выход в город, допустим, выходные провести. Буквально на днях ко мне сын приезжает. Я его 7 лет не видела. Работаю поваром. Строительную бригаду мужчин кормлю 3 раза в день. У них завтрак, обед и ужин. И стираю их вещи и спецодежду. На прожиточный минимум хватает. И еще у меня исковые листы есть, которые тоже высчитываются. И остается, чтобы даже детям что-то отправить. Мошенничество. Срок у меня 7 лет. 4,5 года уже отбыл наказание. Осталось меньше 2,5 лет. Своим преступлением я нанес ущерб потерпевшим. Работая здесь, я получаю очень низкую зарплату. То есть буквально копейки идут на погашение иска. Тут десятилетие нужно, чтобы погасить. Здесь не заработаешь. И как, не заработаешь. Здесь, ну что, 75 рублей зарплаты в месяц. Хочу работать, трудиться. У меня есть маленькие дети, кормить надо. Как бы все равно гола. Есть возможности домой с родами общаться. Полтора года назад у нас случилась беда в нашей семье. Получилось так, что супруга осудили. С этого момента начались все мои, скажем так, сложности и трудности в жизни. Еще у меня на руках была трехмесячная дочка. Дальше мне нужно было думать о том, как содержать наших совместных троих детей. Как я их буду кормить. И что я вообще, в принципе, дальше буду делать. Передачи каждые две недели. Посылки каждую неделю практически. Несешь котомке 20 килограмм. Еще ребенка на себе. Получается, еще где-то месяцев 9-10 побудут там. Если я положительно себя рекомендую, на работе работаю, нарушений нет. Они могут перевести меня на домашний режим. Соответственно, я буду уже жить дома, просто приезжать на работу. Соответственно, отчисления все делают. Для меня это практически свобода. То есть люди 10 лет отсидели в тюрьме. Уже 10 лет они отбыли наказание. Я считаю, что это очень большой срок. И привозят остаток 5, например, лет. Они уже исправились по большому счету. Смысл их там дальше держать, содержать их, скажем так, охранять, обувать, кормить. За счет государства, это же за счет налогоплательщиков. А тут они сами себя обеспечивают. Сами зарабатывают, сами за свою коммунальнуку платят. То есть государство на них не тратит ни копейки. Это огромный плюс для нашего бюджета, для государства в целом. Вообще, в принципе, для общества. Не просто так, что да, сейчас какой-то отсек головы результата. А сюда, пускай, как бы, ребят, которые создают, не просто так, там, в данной комиссии. Все это, ну, это очень конкурсный процесс. Платят все равно мало. Кто-то понимает это, что ты приехал сюда в социум обратно вернуться постепенно, потихоньку. А кто-то не понимает, кто-то думает, что вот он приехал сюда как-то что-то где-то расслабляться. Теперь и так уже, как бы, со строгого режима отпустили, как говорится, на более мягкий вид наказания, в виде ненадительных работ. То есть здесь выделываться, как бы, смысла нет. Но большинство этого не понимает. Занимаем строительством, непосредственно утеплением балконов. Фирма «Октаж». Работали на разных фирмах. Ну, Сувар строю, там, еще уже всех не упомнишь. У кого нет нарушений, отпускают в отпуска, по прибытию на 5 суток отпускают, потом в отпуск предоставляют, там, если не ошибаюсь. Родственники приезжают. Родственники могут приехать, да. Экономического как таковой нет. Эти рабочие, привлекаемые, да, из Центра социальной адаптации и реабилитации, у нас получают 1600 рублей за смену. Но дело в том, что часть этих денег в Центр уходит. Сколько они получают, я не знаю. У нас, допустим, судом прислужено, да, вот, государство выплачивает от 5, там, до 25 или до 20 процентов, да, вот, у нас за это высчитывают. Плюс у нас, у кого-то иски есть, вот, за иски высчитывают. Плюс еще коммунальные услуги. Традоустраиваешь один мрот, я потому что, ну, больше не могу, там, да, там, большие налоги и прочие моменты. У ребят действительно там очень много удержаний. У нас получается одного человека, у меня где-то около 8, где-то с половиной, где-то 8-700, уходит только вот на эти удержания, на эти налоги, на коммунальные услуги, где они там проживают, за это плату уходит. 10 тысяч они там получают себе на руку, 8,5 у меня получается налоги и удержания, это значит, с их зарплаты, которые они на руки получили, на карточку, да, 18,500, правильно, плюс там еда около, пускай будет 5 тысяч рублей, потом, плюс у нас вахтовая доставка. Если, например, они сами на автобус ездили, я там раньше там считал, у них 3 тысячи уходило, 23,500 плюс еще 3 тысячи, это у нас получается 26,500 у них в среднем выходит. То, что вот у меня, да, действительно на них уходят расходы, но мне со своей стороны дает государство поддержку. Это мне тоже смрот там какую-то часть возвращает, у меня где-то 7-8 тысяч идет возврат. Президент республики нам это здание выделил как раз под нашу организацию, под общежитие. Скорее всего, мы, наверное, по той программе здесь, может, эти ребята здесь и будут жить. В данный момент, вы видите, вот укрепление идет сейчас фундамента, да, заливается бетон, эти вот эти вот дырочки, у нас получается до подоконников укрепление вот этих вот стен, и вот сейчас все сносим. Это раньше тоже было общежитие, назначение этого здания, общежитие, вот, а здесь тоже у нас будут наши ребята жить. Пусть прав в центр поступают, как правило, по решению суда. То есть мы в селекционной работе не участвуем, получаем то, что получаем, и мы не вправе обсуждать решение суда. Поэтому попадаются и больные, и инвалиды. При этом были случаи, что и на голову, так скажем, третья группа инвалидность, один без ноги приходил, без глаз, которые в труду не приспособлены в силу состояния своего здоровья. В этом направлении у нас возникают проблемы с трудоустройством. При этом они берут многочисленные больничные, мы не участвуем, не можем запретить им этого. То есть городская поликлиника выдает имболичный по состоянию здоровья. Это для нас проблема. И когда они пытаются устроиться на работу, эта судимость, она на самом деле как клеймо какое-то, да, и многие работодатели просто не берут на работу таких людей. Одно дело, человек, когда освобождается, да, после 10-15 лет отбытия наказания, то после отпуска тяжело заставить себя работу начать, правильно? В себя приходишь. А тут после 10 лет, после 5 лет. Человек, который если там не работал, там, да, его там привык, там все приносит, кормит, там за ним ухаживает, смотрит. Ну, вообще к этому привыкает. Родители звонят ее со слезами, но я думаю, она благодарит сначала меня, а она мне говорит, зачем вы только помогли ему выйти на свободу. Он опять взялся за старое. Лучше бы он там, ну, сидел. Я слышал там, азат, зачем тебе это нужно? Неблагодарное это дело, там, это не нужны эти зэки, там, пусть отбывают. Я говорю, ну, как так, ребят, неблагодарное дело? Эти же люди освобождаться будут в наше общество, где вот все же школы, их дети будут ходить, в этом же общественном транспорте будут ездить, там, где наши родственники ездят, да, там, родители. Не на другой планете все это совершай. Мы же их там не можем переселить, наверное, навсегда куда-то, правильно? Они освобождают сюда. В свободное время, хотя его очень мало, занимаюсь вот вязаными игрушками. В прошлом году вязала футболистов на чемпионат мира по футболу, которые в дальнейшем разыгрывались среди болельщиков. Кто угадает приближенный счет. Планирую остаться в дальнейшем, работать здесь поваром, так как устраивает и работу сейчас в своем регионе тяжело найти. Вернуться к нормальной, обычной жизни, быть семьей, работать, чтобы жить как нормальный человек. Я хочу освободиться, обустроиться на работу и семью завести, уже возраст. Жена ждет, дети ждут. У меня пятеро детей. Три сына большие уже, а и дочери маленькие. Работать, наверстывать, упущенное время, покрывать свои долги, рассчитываться. Людей, которые когда-то оступились, чтобы их социум не списывал на самом деле, а давал еще шанс реабилитироваться. Редактор субтитров А.Семкин